Вот Атаман, Атаманушка, вот Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! Готовность Северского района к чрезвычайным ситуациям оценила проверка из Министерства. Делегация, возглавляемая заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-майором внутренней службы Сергеем Кададовым, оценила состояние экстренных служб района и провела комплексную проверку системы оповещения. В сопровождении главы Северского района Адама Джарима делегация осмотрела служебную технику, оборудование и познакомилась с личным составом экстренных служб. Также члены делегации подробно изучили и продиагностировали состояние системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, связанных с паводками на территории района. О том, как осуществляется мониторинг чрезвычайных ситуаций в муниципалитете, гостям рассказал директор единой дежурной диспетчерской службы Алексей Кухта. Когда река достигает определенного уровня опасного явления, он сначала становится оранжевым, срабатывает сирена, то есть дежурный знает, что уровень реки достиг критического. Автоматически происходит рассылка на телефоны и голосовой смс-оповещение. При срабатывании любого датчика, это обязательно дежурный ДТС, ГОЧС, мне как руководителю и руководящий состав, глава, курирующий зам. И по направлениям, то есть определенная река, которая в населенной пункте там находится по течению, то есть глава поселения, заместитель и специалисты ГОЧС. В общей сложности в смотре приняли участие около 100 человек личного состава и более 20 единиц техники муниципального звена, единой системы ликвидации чрезвычайных ситуаций. В рамках рабочей поездки члены делегации возложили цветы к мемориалу павших воинов в Великой Отечественной войне. Даниил Беспалов, Андрей Вискушенко, телерадиокомпания «Атаман». Четвертый районный форум «Растим патриотов» прошел в Северском доме культуры. В фойе внимания участников организаторы представили выставки работ победителей и призеров районных патриотических конкурсов. В форуме приняли участие учащиеся руководители образовательных учреждений, лидеры детских и юношеских общественных организаций, ученического самоуправления, педагоги, представители казачества и молодые депутаты района. Безусловно, проведение таких мероприятий – это в первую очередь есть прививка от того, что происходит в сети интернет. Личные встречи с ветеранами, с нашими старшими, преемственность поколений, преемственность нашей культуры, истории – это и есть наше с вами настоящее. Перед участниками форума стояла непростая задача – ответить на вопрос, что же значит быть патриотом и значение флага России для нашего поколения. И как не забыть подвиг народа и не допустить искажения исторической правды. А ты помнишь войну? Расскажи мне о войне. Под героем был их времен, не осталось порой имен. Те, кто приняли трудный бой, стали просто землей и травой. На форуме «Растим патриотов» подвели итоги мероприятий, проведенных образовательными организациями района в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В этом году он проходил по девизам «Овеина, слава и родная Кубань», а посвятили его 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских оккупантов. Четыре недели ежедневно в школах и садах района проходили уроки мужества, классные часы, торжественные линейки, выставки, встречи с военнослужащими, сборы патриотических детских организаций, конкурсы, митинги памяти, посвященные освобождению станиц, сел и поселков Северского района от немецко-фашистских захватчиков, боевому и трудовому подвигу всего нашего народа. Ребятам показали фильм о юнормейцах Северского района. Юнормейцы поделились со зрителями рассказом о великих героях Отечественной войны, об уважении к ветеранам, ко всему, что связано с памятью о тех далеких событиях. В конце форума участникам торжественно вручили грамоты победителей-призеров районных конкурсов. А концертная программа, традиционно подготовленная Северским центром творчества под руководством директора Натальи Парфенюк, вызвала живой отклик в душе каждого патриота России и гордость за отчизну. На постоянной основе организована практика выездных приемов граждан в поселениях Северского района. 21 февраля прием прошел в поселке Черноморском, в котором приняли участие заместители главы администрации района, глава Черноморского сельского поселения, а также начальники управления и различных служб района. Жители поселения активно откликнулись на данное мероприятие и пришли со своими наболевшими проблемами и предложениями. Вопросы и проблемы касались отопления многоквартирного дома, медицинского характера, строительства и обустройства детских площадок, открытия пассажирского маршрута из поселка Черноморского в станицу Хомскую. По каждому из заданных вопросов первый заместитель главы Марина Наумейко дала ряд конкретных поручений заместителям и руководителям отраслевых органов администрации района. Подобные встречи помогают представителям власти получить объективную информацию от населения непосредственно на местах и оказывать гражданам действенную помощь. Эти встречи очень необходимы, они позволяют конкретно решать вопросы. Но если с одного раза что-то не получается решить, придем еще раз. Конечно. Потому что ездить сложно. Это хорошо, что приезжают. Муниципальный этап краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою моё отечество» прошел в Доме культуры станицы Северской. Творческие коллективы и солисты со всего района представили на суд компетентного жюри свое творчество. Номера конкурсантов оценивались по двум номинациям. Это песни военных лет и произведения, посвященные России или Малой Родине. Для многих ребят этот фестиваль далеко не первый. Однако, как признаются сами конкурсанты, выходить на эту сцену всегда волнительно. В частности жюри оценивают каждый твой шаг, каждое твое действие, каждую ноту. Когда выходишь на сцену, ты поешь не потому, что тебе нужно спеть, а потому что это твоя обязанность перед страной. Ты поешь, это твой талант. Каждый из участников фестиваля проявил огромный талант, артистизм и креативность. Использование костюмов, музыкальных инструментов, театрализованные представления – все это только для того, чтобы еще точнее передать те чувства и мысли, что заложены в произведении. Несмотря на то, что каждый номер строго оценивался, в зале царила дружественная атмосфера, а со сцены звучали прекрасные песни о том, что близко и дорого к каждому из нас. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...